Привет, друзья! Намасте вам из Нью-Дели. Сегодня 13 января. Я нахожусь в Дели. Уже скоро будет как месяц. Значит, ситуация с ковидом здесь такова. За статистикой я не слежу, но знаю, что если без маски ходишь, 2000 рупий штраф. В основном везде люди в масках. Даже в собственной машине, на байке, шлеме, неважно, в чем ты будешь. Где ты будешь, везде нужно быть в маске. Видела пару человек без масок и не видела, чтобы к ним подходила полиция. Сегодня одну такую картину наблюдала. Шла в магазин покупать животным, покушать. Собачкам, кошечкам. Сейчас, кстати, если встречу, дам им корма. И один парень остановился. Он ехал на скутере куда-то. Он остановился, встал со скутера и начал кидаться камнями в какого-то другого парня. Я не поняла, почему. Наверное, тот его подрезал или что-то там произошло. Но это было очень дико и странно. Такую картину я впервые наблюдаю. В прошлом году ничего подобного я не видела, слава богу. Надеюсь, больше такие ситуации я буду обходить стороной. Я даже забыла, куда я шла. Как вы видите, дорогу здесь перейти практически нереально. Очень-очень много машин. Индия перенаселенная страна. Большое количество людей. Тем более в Дели. Столицы. Сейчас перейду. Как-нибудь перейду. Сейчас рикши проедут. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. У меня будут не только видео про Индию, а также мои танцевальные видео. Кто, кому интересно, кто творческий. Ну, а также, кому интересно наблюдать за Индией, за этой прекрасной страной, что здесь происходит, что нового. Какие здесь чудесные свадьбы проводят люди. Все вы увидите у меня на канале. Обещаю снимать. Интересно. Продуктивно. Как видите, в Дели сейчас русских практически нет. Если в прошлом году, в это время года мы шли, было очень много русских. Встречались почти на каждом шагу русские девочки, парни. Ну, чаще девочки, конечно. Вот это, кстати, клиника. Я тут была в прошлом году. То сейчас, ну, за месяц я, наверное, видела, может быть, четыре русских девочки всего. Сейчас, да, с визами очень все трудно. Не у всех есть возможность прилететь. Не у всех есть возможность улететь к себе в страну. Об открытии границ пока что никто ничего не говорит. Когда я ждала открытия границ, все просто обещали в августе, в октябре, в ноябре, в декабре. В итоге тянут-тянут с карантином. Так и не планируют открывать пока что. Но, опять же, были слухи, что ближе к апрелю, к марту должны открыть границы для туристов. Вот так что нужно следить за информацией. Ну, ближайшие два месяца точно Индия будет закрыта для туристов. Я не скажу, что мне как-то тут не хватает русских туристов. Тут хватает индийцев. Тут и так очень много людей. Но поначалу, когда я прилетела, конечно, в аэропорту, было очень непривычно, когда вообще нет русских, одни индийцы. Я летела через Арабские Эмираты. В Эмиратах было много индийцев и арабов. Ну, а в Индии тем более. Много индийцев, и я такая одна белая. Но у меня, в принципе, выдают только глаза светлые. А так у меня волосы темные. Я брюнетка. Точнее, уже шатенка почти. Ух тышка, магазин с цветами. Впервые вижу. Впервые. Все, в общем, спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь. Думаю, мои видео вам понравятся. Дальнейшие. Я хочу вам показать храмы индийские. Свадьбы обязательно. Индийских людей. Рассказать об индийцах, какие они. Какими я их вижу. Все будет очень интересно, так что подписывайтесь. Всех люблю. Целую, обнимаю.